Валентин Эриксон спрашивает, как я отношусь к тому, что правительство в некоторых государствах штрафует предпринимателей, торговцев за завышение цен. А вот Милтон Фридман говорил, что медаль надо за такое давать, а не штрафовать. Ну, понимаете, экономика же ведь она, ну, как живая система. Можно, вот простая ситуация, там, рынок, на этом рынке предпринимаются какие-то усилия, возникают какие-то обстоятельства, ну, неважно какие-то, пандемия, гражданская война. Падение цен на нефть, там, дополнительная эмиссия, неважно. И в этот момент повышаются цены. Ну, рынок, как всякая живая система, реагирует на это. И пытаться, ну, запретить это, ну, это глупость несосветная. Тут же образуется черный рынок, на котором все то же самое продолжается. Понимаете? Если власть делает глупость, и люди какие-то начинают на это, там, указывать, тыкать пальцем в эту власть, власть может запретить тыкать пальцем, говорить об этом. Ну, большевики после Октябрьской революции, Октябрь, да, уже в ноябре-декабре начали вводить цензуру, закрывать средства массовой информации, потому что они не справлялись с ситуацией. Аресты, там, и расстрелы спекулянтов, вот, такие наказания, ну, и потом, много позже, там, все-таки сообразили, нужно там послабления какие-то сделать, НЭП, новая экономическая политика, сообразили. Вот, но тут же начал расти класс предпринимателей, средний класс, независимые люди. Большевикам это не понравилось. Тут же жесткое регулирование, продоразверстки, отряды, продоотряды, которые просто отнимали у крестьян. Зерно, еду, там, все, что можно было отнять. А черный рынок тоже реагировал. Так что Фридман прав, это попытка живую систему заменить, которая правильно реагирует на опасные ситуации, заменить какими-то рычагами, которые должны работать по приказу власти, управляться властью. Ну, это отказ от регулирования. Глупая власть всегда прибегает к таким мерам. Но бывает еще и не очень глупая власть, которая, ну, этот инструментарий не использует. Вот, Милтон прав. Продолжение следует... Продолжение следует...